Доброго здравия, родни туристы! Ну что, братцы, скучали? Я тоже скучал по вам, по тайге, по нашей сибирской. Ну, думаю, ни для кого-то не секрет, что для каждого человека необходим маленько отдых. Вот, чуть-чуть отдохнул, да и приболел, ребят, маленько. Наши сокли бегут, озноб. Вот, у нас тут буквально три дня, наверное, назад гулял прям такой сильнейший ураган. Вот, навалило очень-очень много витровало, поналомало деревьев. Я вот сейчас иду на проверку избушки. Идем, в общем, до своей избы. Посмотрим, что там. Ничего там не сорвало, ничего ли там, никакое дерево не упало на наше зимовье. Потому что прошел, это, ребята, это было просто апокалипсис. Такой сильный ветер я не видел очень-очень давно. Срывало даже листы с крыш, с крыш домов. Я говорю, вот деревья с корнями падали, ломало прям просто толстенные деревья. И вот сейчас мы наконец-то выбрались. У нас уже полным ходом наступает зима. Стоит мороз, минус 14, наверное, друзья. Прямо холодно, подмерзла земля. И идет небольшой снег. Вот, ребята, витровало. Вот, смотрите, прям полно выворотней. Понавалило. Вот уже льдом уже все взялось. В общем, зима. И наконец-то я смог заказать благодаря вам дымоход для печки. Вот, потому что пора, пора уже, ребята, уже реально, уже без шуток. Уже надо уже ставить печку и переезжать потихоньку в зимовье. Вот, сегодня взял с собой пару баллонов пены. Позаделываю, где какие щели. Вот, и когда уже поставим печку, потом снаружи пройдемся. Тепловизором посмотрим избушку на теплопотерю. Вот, где вот будут теплопотери, там будем, в общем, заделывать все пены. Ну, а сегодня моя задача будет прибраться, навести порядок около избы. Вот, ну, и позаготавливать дрова, потому что уже вот-вот у нас уже должен лечь уже снег. Потому что этот снег уже не первый идет. Это уже четвертый, наверное, по счету, если мне не изменяет память. Вот, как-то так. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Перед просмотром, ребята, обязательно ставьте палец вверх и напишите свой отзыв. Так что, наливайте чайку. Ну, а мы движемся. Вот, смотрите, какой прошел просто ураган. Вот такие вот последствия. Просто нормальная живая елка. И вырвала, похоже, с корнем. Сейчас посмотрим. Да, ребят, вырвала с корнем. Вот, потому что я в прошлый раз ходил до избы. Тут такого не было. Ну, земля маленько подмерзла. И поэтому вот такие вот последствия после нашего урагана сибирского, который прошел. Вот, живая, полностью живая елка. У нее корни неглубокие. И вот так вот ее завалило. Вот, еще одна елка. Ребят, тут просто, просто тьма тьмущая. Смотрите, как наломало. Эту пополам сломало. Тут можно строиться. Не хочу, ребят. Ветровала полно. И ветровал свежий. Видите, какая толщина, ребят, елки. Вот. Вот свежая елка. Пихта. Просто напополам ее расколола. Вот, сейчас думаю, еще минут сорок. О, и там еще, ребята, и там вот навалило. Тут просто, просто жесть. Сейчас посмотрим последствия на нашей избе. Я боюсь, хоть бы с крышей ничего бы не случилось с баннером. Вот такие вот, когда дела у нас просто. Видите, какие завалы. Вот елка лежит. Прямо далеко ходить не надо. Тоже завалил. Вот. Тут я ходил. Видите, как елку сломала. Еще одну. Это была двойная. Одну просто отколола. Вот она прям ровненькая лежит. Без сучков практически. Вот такое вот на строительство. Самый раз. Материал уже готовый. Ну, это если соберемся строить баньку. Или нормальную уже будем строить баню. Уже будем с пазами. По всем этим, как сказать, по всем параметрам. Вот. Да, что-то мне уже, друзья, подходить страшно. К зимовью. Что-то мне предчувствие такое, что там что-то тоже у меня случилось. Хотя, знаете, у меня зимовье не совсем на возвышенности стоит, а в таком месте, что чуть-чуть маленько, как бы в низине. Я вот думаю, там не должно быть такого ветра сильного. Потому что при строительстве я это, конечно, учел тоже, что могут быть сильные ветра. Хотя у нас ветра тут проходят очень-очень редко. Но если и бывает ветер, то прям такой, знаете, прям сильный такой, что летит, все срывает с крыш. Листы железа летят. Деревья валят. Сейчас приближаюсь потихонечку к зимовью. И, ребят, что-то предчувствие мое не подводит. Смотрите, елки повалены, сломаны. Ну, здравствуй, избушка. С виду вроде как ничего не случилось, но вот один край. Ребят, задрало у меня тут баннер. Вот. Просто оторвало доску. А так, впоследствии, вроде бы, никаких больше нет. Значит, устояла изба. Выдержала ураган. Вот, ребят, купил вот такую вот монтажную пену. Сейчас позаделываю пока просветы, где такие есть. А, перед началом работы мы в традиции выпьем чайка и начнем. Ну, вроде бы, как бы после шторма изба выстарела. Ну, по близости литровала такого не наваляло. Я еще не ходил тут, конечно, не смотрел так. Вблизи глянул, что вроде как все нормально, спокойно. О, горяченький чайочек вкусный. Сегодня чай у меня с травками, с шиповничком, с витаминами. Расскажем. Расскажем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас надо... У меня остались опилки. Хорошо, что я набрал еще опилок. Успел до морозов закинуть их на потолок. Утеплить маленько там. Разведем костер и просжигаем весь этот хлам, мусор. Уберем территорию. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скоро уже морозы наступает. Продолжение следует. Сейчас вот тут аккуратненько сложу, чтобы что-то было сухое в печку растапливать. Вот. Нормально будет. Что? Надо перекусить маленько. Сальце, сальце. Сейчас надо в холод. Вот такой сало кушать. Руки как у гуся уже, ребятушки. Просто замерз. Сало-то, ребята, одно мясо просто. Сейчас мы его маленько подогреем. Жирочек. Руки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вкуснотища какая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok